ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На сегодняшнем уроке мы будем учиться не только бросать мячик, но и пытаться его удержать, двигаясь между конусов. Забавно просто подкидывать мяч вверх и ловить его, но это развлечение для маленьких. Вы растете, одному играть уже неинтересно, круг игроков расширяется, и вы учитесь взаимодействовать. Вы уже учитесь не только подкидывать мяч, но и давать пасы, делать передачи, потому что хотите играть в команде. Для успешной командной игры нужны слаженные действия и определенное мастерство, которым вы овладеете, постоянно тренируясь. Мастерство баскетболиста заключается и в умении выполнять броски. Самый простой бросок – это бросок двумя руками снизу, стоя на месте. Ноги при броске располагаются приблизительно на ширине плеч. Носки ног направлены в сторону корзины. Либо на одной линии, либо одна слегка выдвинута вперед. Как всегда, разрешаются индивидуальные особенности. Ноги согнуты в коленях, вес тела распределяется на подушечках ступней ног. Пятки едва касаются пола. Плечи расправлены, голова держится прямо, взгляд направлен на цель. Мяч держится кончиками пальцев близко к телу и ниже пояса. Пальцы направлены вниз, а большие пальцы – в сторону корзины. Ладони не касаются мяча, пальцы удобно расставлены в стороны. Локти слегка согнуты и расслаблены. Руки выносятся на уровень груди, колени выпрямляются. В том же ритме бросающий возвращается в исходное положение и начинает движение мяча вперед и вверх, в то время как ноги выпрямляются в коленях. При полном выпрямлении, когда руки параллельно полу, мяч выпускается с движением кистей и пальцев вверх, что придает ему естественное обратное вращение. Спина выпрямлена на протяжении всего броска. Вес тела перемещается на носки, а пятки полностью отрываются от пола. Руки сопровождают бросок, ладони обращены в сторону корзины, большие пальцы направлены внутрь. Расставьте ноги на ширину плеч, носки смотрят на корзину. Распределите тяжесть тела равномерно по обеим ногам, немного присядьте. Мяч возьмите свободно расставленными пальцами, не сжимайте его, опустите руки с мячом вниз перед собой. Теперь одновременно выпрямляйте тело и поднимайте руки с мячом. Сделайте так несколько раз. Потом из исходного положения, распрямляясь, резко вытолкните мяч вверх. Попробуйте контролировать высоту полета мяча. Выполните это упражнение в паре с другом. Сначала один из вас подкидывает мяч, а другой ловит, потом наоборот. Меняйте высоту и силу полета мяча. Технику броска мяча нужно отрабатывать тренировками. Баскетбол – подвижная игра, и поэтому в ней важны не только броски, но и ведение мяча. Ведь просто нести мяч в руках до корзины соперника не получится. Его нужно вести по площадке между соперников. Мы только начинаем играть в баскетбол, поэтому отрабатываем ведение мяча сначала без препятствий по прямой, затем между конусов. Возьмите мяч в руки. Слегка согните ноги в коленях, немного наклонитесь вперед и попробуйте сделать в таком положении несколько шагов. Теперь слегка согнутые в локте правой рукой ударьте мяч об пол. Направление руки должно быть прямо от себя. Вы должны успеть сделать шаг, чтобы снова ударить по мячу. Попробуйте вести мяч левой рукой, затем двумя руками попеременно. Затем попробуйте с шага перейти на бег. Мячик будет убегать от вас поначалу, но не расстраивайтесь. Мастерства можно добиться только упорными тренировками. И скоро вы освоите ведение мяча, которое в баскетболе называется дриблингом. Когда вы уже будете уверены вести мяч, можно переходить к обводу конусов. Конус – это спортивный инвентарь, обозначающий препятствия, которые нужно обижать или обойти с мячом. В процессе игры вы будете обегать не конусы, а обводить соперника. Этому нужно учиться. Сначала попробуйте мяч между конусов прокатить, потом уже вести. При ведении мяча помните одно правило. Если вы обводите конус с правой стороны, ведите мяч правой рукой. Если обводите конус слева, ведите мяч левой рукой. Мяч всегда должен быть с дальней стороны от конуса. Игры на уроках физкультуры тоже развивают разные навыки, которые помогут в спорте. Например, игра «Мяч соседу» помогает тренироваться в пасах. Продолжение следует... Продолжение следует...